Бизнес под ключ. Такую услугу уже успели по достоинству оценить казахстанские бизнесмены, которым приходилось обращаться в центры обслуживания предпринимателей. Так называемые ЦОПы действительно стали скорой помощью в условиях финансовой нестабильности в республике, когда солидная часть казахстанцев, как показывают статистические данные, принимает решение стать самозанятыми и начать свое дело. Действительно ли настолько эффективна поддержка, которую оказывают специалисты центров обслуживания предпринимателей и отечественным МСБ? И как часто сами предприниматели доверяют развитию своего бизнеса таким структурам, как ЦОПы? Об этом мы поговорим сегодня. Вы смотрите «Деловое время» на телеканале Алматы. Меня зовут Гауха Ральцбекова. И я рада представить вам наших гостей. Это менеджер-консультант центра обслуживания предпринимателей Ардак Махубекова и бизнес-тренер Гани Абадан. Уважаемые гости, я приветствую вас в нашей студии. Прежде чем мы начнем наш разговор, хочу поблагодарить за ваше деловое время, которое вы уделили нашему эфиру. И первый вопрос. Касательно вот той августовской девальвации, которая, скажем так, больно ударила по карману казахстанцев, хотелось бы узнать, как сильно она повлияла на развитие МСБ у нас в стране. То есть стали ли казахстанцы меньше заниматься бизнесом в условиях доллара за 300, скажем так? На самом деле я не могу сказать, что сейчас прям вот такие сроки, когда можно с уверенностью сказать, что прям там упал или поднялся спрос. Но я могу вам с уверенностью сказать, что это, конечно же, повлияло на действующий бизнес. Что касается начинающих предпринимателей, наоборот, я вижу, что идет, скажем так, подъем. Почему? Потому что далеко не секрет для каждого, что кризис – это отличное время новых возможностей. То есть есть подъем? Артак, у вас какие наблюдения? Вы знаете, в принципе, меньше предпринимателей в центры обслуживания не стало. Как к нам приходили, они так и приходят, и мы их обслуживаем с удовольствием. На сегодняшний день около 6 тысяч предпринимателей за этот год мы уже обслужили. И, в принципе, достаточно такого низ, заниженного потока нет, не наблюдается. Угу. Касательно конкретно услуг, которые оказывают центры поддержки предпринимателя, обслуживания предпринимателей. Мы подготовили специальную графику с перечнем услуг, на которые может рассчитывать каждый казахстанец, который решил открыть свое дело. Итак, услуга номер один – это ведение бухгалтерского и налогового отчета, а также составление статистической отчетности, включающей консультации. Вторая услуга – услуги по таможенным процедурам. Услуга номер три – консультирование, полное сопровождение всего процесса по внедрению систем менеджмента. Четвертая услуга – оказание юридических услуг. Пятая услуга – услуги по вопросам маркетинга. Шестая – консультация в сфере обслуживания информационных технологий. Седьмая – услуги, связанные с государственными закупками, закупками национальных компаний и недропользователей. И восьмая услуга – услуги по вопросам менеджмента. Таким образом, мы с вами видим, что пакет услуг достаточно такой полный. Давайте разберем каждую, может быть, в отдельности. Гони, на ваш взгляд, вот этот вот перечень услуг, он отвечает всем требованиям, всем нуждам начинающего бизнесмена? Ну, всем это опять же такие сильные слова. Но я считаю, что 80% первоначальных потребностей начинающего предпринимателя мы перекрываем. И если мы подробно по каждой услуге будем говорить… Да, давайте подробнее. Самая такая, одна из самых востребованных, конечно, услуг – это у нас маркетинговые исследования и составление бизнес-плана. Это у нас, наверное, даже если брать там статистику из десяти обратившихся, наверное, семь – это точно те люди, которые именно обращаются по маркетингу и исследованию. Ну, соответственно, у нас и, конечно, количество специалистов именно в данном направлении больше всего. Вот. И всем нужен бизнес-план, я всех всячески поддерживаю, начинающих предпринимателей, потому что я считаю, что времена, когда люди начинали свой бизнес без плана, уже прошли, и сейчас надо более подготовлено к этому вопросу подходить, все просчитывать, все риски, ну, обдумывать. Есть вообще, допустим, спрос на ту или иную услугу, ну, то есть или товар, да, потому что я вам скажу, что очень много было раньше ситуаций, когда люди брали кредит, брали, ну, то не знаю, там непонятные, там, может быть, займы, и открывали бизнес, а потом думали, а чем же мы все-таки будем заниматься, да. А сейчас я наблюдаю, что уже начинающий предприниматель более подготовлен, более образованный, соответственно, он уже планирует, составляет бизнес-план, и мы всячески ему в этом помогаем. Ну, и с бизнес-идеями приходят в Центр обслуживания предпринимателей, где наши консультанты тоже помогают им, как бы, выбрать на самом ли деле, очень даже бывает так, что предприниматель приходит с какой-то идеей, но конкретно не может сформулировать его, и в этом отношении, конечно, маркетологи и бизнес-планы составляют, помогают, и в этот, не только просто составление бизнес-плана, а как бы продвигают его, помогают получить кредит в банках второго уровня, и также в Центрах обслуживания сидят сотрудники банков, которые на месте, в принципе, консультируют. Ну, не только маркетинг, конечно, бухгалтерский учет, юридические услуги у нас тоже очень востребованы, так как любой предприниматель, даже открыв бизнес, его интересует, сколько он налогов должен заплатить, какие виды и какие виды налогообложения. Так вот, если сначала начать, то, в принципе, по услугам бухгалтерского учета можно получить консультацию у нас в Центрах обслуживания по налогообложению, по налоговому законодательству, и в то же время сдать налоговую отчетность или статистическую. Очень многие даже вот в период сдачи налоговых отчетностей, многие обращаются в налоговые органы, и там есть терминалы, но у нас вот в Центрах более-то доступнее, и каждому предпринимателю мы пытаемся объяснить, откуда эти налоги вообще. Очень много, многие не знают, и как их уплачивать, мы подробно все это им рассказываем, показываем, как правильно сдать отчет, чтобы не было у него в дальнейшем ошибок. То есть сами отчеты формируют бизнесмены, да? Да, мы их консультируем, помогаем сдать их, в любом случае, очень многие этого и не знают, как это сделать, ну и тем самым повышаем уровень их образованности, знания в налоговой сфере. Дальше, в принципе, также консультанты по таможенным процедурам, по таможенному законодательству консультируют, по импорту, экспорту товаров, как в таможенном союзе, так и из других стран. Помогают по таможенным регулированию, тоже помогают, консультируют. По маркетингу мы, в принципе, прошлись. Юридические услуги также, как бы, регистрация, перерегистрация, ликвидация компании, если это их чаще всего волнует, они обращаются. И наши консультанты помогают им правильно составить документы, даже те же трудовые договора или еще какие-либо другие учредительные документы. Также наши консультанты помогают им это составлять. Есть услуги IT, кстати, очень востребованные тоже. На данный момент у нас сервисные компании обслуживают такие услуги. И там мы, как бы, даже интернет, сайт-визитку могут создать, либо же какие-то программы. В соцсетях, продвижение. Да, продвижение в соцсетях. Лендинг-пейдж. Ну, вот, одностраничный сайт захвата они могут помочь сделать. Сейчас, я считаю, что далеко не секрет для каждого, что если вас нет в интернете, соответственно, ваш бизнес тоже. И мы помогаем в этом. Это очень востребованные услуги. Да, и также и программные обеспечения какие-то устанавливать. Это тоже, во-первых, трудоемко и очень, если это начинающий бизнесмен, это очень по карману бьет. 1С-программу установить, вы сами знаете, это очень дорогая такая услуга. Но в то же время у нас это все может предприниматель получить бесплатно. А если говорить о портрете, да, скажем, начинающего бизнесмена, который пришел к вам в ваш центр за определенной помощью какой-то. Вот Ганю уже сказал, что бизнесмены, они стали более умными, да, более как-то вот такими правильными в подходе к своему делу. А еще, вот какие есть какие-то отличительные черты современного человека, который решил заняться бизнесом? Насколько он ответственный может, ответственно подходит? Ну вот в центр приходит, в принципе, как раз-таки, я думаю, правильно, прежде чем начать бизнес, узнать, как ему это, открытие ПЭЛИ, ТОО, как ему будет выгодно, какие налоги при этом у него возникнут. И в то же время вот у нас центры обслуживания работают по принципу одного окна, и все эти 8 услуг сконцентрированы, и в одном месте один предприниматель, зайдя туда, может получить. Те же юридические услуги, тут же проконсультироваться по налогообложению, там же узнать, какие у него возможности по интернету. Бизнес-план сразу написать. Ну, бизнес-план он сразу не напишет, но все-таки обслуживаем действующих бизнесменов. Это малый и средний бизнес, который мы охватываем. Конечно, вот ГАНИ как раз приходят и те с бизнес-инициативой люди, да, которые хотят обучиться, узнать. Вот касательно обучения, да, обучение это еще одна такая большая услуга, которой оказывают СОПы, да? Девятая, да, мы назовем ее так. Чему хотят научиться бизнесмены? Ну, у нас в данный момент это бизнес-школа, палата предпринимателей, да, и у нас два направления, это бизнес-советник и программа бизнес-рост. Программа бизнес-советник это для начинающих предпринимателей, это для людей с предпринимательской инициативой, назовем их так. У них еще нет юридического лица, они только-только, ну, там, у них появились мысли, да, и там чем-то заняться. И если мы говорим о портрете, то, конечно, сейчас очень много молодежи. То есть у нас вот молодежное предпринимательство, это в возрасте до 29, до 30 лет, если скажем, очень много людей. И это прям радует, на самом деле прям, ну, я считаю, что это хороший показатель. Чему мы учим? Мы, конечно же, учим их составлять бизнес-планы, мы рассказываем, что такое маркетинг, что такое продажи, да, отличия. Мы рассказываем о бизнес-модели, какую им лучше выбрать и так далее. Конечно же мы, я не скажу, что прям так же, прям досконально, как консультанты, но все же рассказываем о налогах, о таможне, о юридических аспектах. Потому что, ну, это тоже очень важно, и мы на самом деле, ну, то есть, получается, как бизнес-тренера, мы являемся такой первой, первой инстанцией, да, первой инстанцией. И потом, конечно же, когда вот они уже обдумывают свою мысль, формируют ее, регистрируют свое юридическое лицо, они уже приходят в ЦОП. Я еще, кстати, хотел сказать то, что вот буквально недавно один начинающий предприниматель прям обрадовался, он говорит, вот, там, ему даже помогли ЭЦП получить. То есть, он говорит, я не... В ЦОПе. В ЦОПе, да, в ЦОПе. Да, и он говорит, мне не надо было ехать в ЦОПе. Вы прям универсальными становитесь. Да, да. Скоро ЦОНы вытесните с рынка. Не, ну, вообще идея же в чем заключается? Чтобы создать ЦОН для предпринимателей. То есть, в идеале, я знаю, что наша компания, ну, то есть, мы стремимся к этому, чтобы начинающий предприниматель, как и действующий предприниматель, все получил в одной организации, всю поддержку. Давайте более как-то попытаемся с вами сейчас более понятно донести до зрителей алгоритм действий человека, который решил открыть свой бизнес. Да, вот, к примеру, я. В один прекрасный день мне приходит идея открыть, там, я не знаю, продуктовый магазин. Я знаю, что есть ЦОП, я туда прихожу, и вот дальнейшие мои действия какие должны быть? В первую очередь, вы должны получить юридическую тогда услугу. Конечно, юристы у нас вам помогут, прежде всего, открыть, выбрать ИП, вы хотите открыть, или ТО, и в этом они вам помогут, конечно, получить ключи ЦП, зарегистрироваться как юридическое лицо, либо как индивидуальный предприниматель. И дальше уже можно пойти по бухгалтерским услугам, получить какие виды налогообложения, какой вид декларации ему сдавать, проконсультироваться, получить полную услугу по бухгалтерским услугам. И дальше уже, вот, пожалуйста, маркетинг, и написать бизнес-план, каким он видит свой бизнес. Все, в принципе, услуги, и IT, он сразу, к нам так и приходит. Человек, который пришел один раз, он обязательно придет, и могу сказать, даже не два-три раза, а все услуги старается получить, потому что очень многие люди не знают, что это все оказывается бесплатно, и есть какие-то... Хотя мы рекламируемся, но в любом случае многие не знают. А тут центр, и он, Национальная палата предпринимателей не зря создан, это одна из направлений, вот, да, по дорожной карте бизнеса 2020. Национальная палата определенно открыла центры обслуживания для того, чтобы именно малому и среднему бизнесу помочь. И в то же время, конечно, с людьми с бизнес-инициативой, которые хотят быть предпринимателями и хотят обеспечивать свое будущее себе и своим детям. Ну, вот к вам на обучение я попадаю со своей идеей. Чему вы меня можете научить? Ну, в первую очередь... Бизнес-план, понятно, мы с вами составим. Обычно, если я вам честно признаюсь, да, мы, наверное, этот... у нас бизнес-тренера, нас еще называют убийцами идей, да? Гасите весь огонь, огонь, что ли? Нет, ну, на самом деле, я знаю, что начинающий предприниматель, он приходит с некой долей романтизма, да, то есть он... Есть такое все-таки, да? Особенно, я говорю, среди молодежи, то есть что они думают, что... Ну, то есть первое, они... Сегодня открыл, завтра миллионер. Да, 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 сегодня открыл, завтра миллионер, там. А второе, они думают, что будет куча свободного времени, там, третье, ну, то есть сразу настанет такое уважение родственников, друзей, знакомых, да, то есть они прославятся. И, конечно же, наша, я считаю, что обязанность их столкнуть, к сожалению, да, наверное, с реальностью нашей жизни, но это правильно, да, то есть мы их подготавливаем... Здоровая конкурентность, да. Да, мы их подготавливаем к тому, чтобы их идея была в первую очередь, конечно, ну, то есть жизнеспособной, да, то есть иногда приходят люди, я вам скажу, что, ну, прям с фантазиями, откровенными фантазиями, да. И, соответственно, ну, мы, это, ну, я, конечно, иногда грустно осознавать, что, да, я там рушу чьи-то мечты, но в другом случае я скажу вам, что мы потом выслушиваем благодарность. То есть проходит некоторое время, и к нам приходят и говорят, большое спасибо, что вот тогда меня остановили, я там подумал, пересчитал, то есть у нас вот мы учим считать, кстати, да, у нас есть отдельное направление, ну, то есть не отдельно, внутри вот именно бизнес-советника. Мы рассказываем, как делать, составлять финансовую модель компании, ведь у нас, что там говорить, у нас дома не учат составлять личный финансовый бюджет в семье, да, и, а тут целая компания, да, в перспективе. И, конечно, мы их учим считать, что такое доход, как расход, то есть, и как посчитать прибыль в конечном итоге, да, то есть основные финансовые показатели, там, ROI, NPV и так далее, мы все, и срок окупаемости. Это очень важно. И я считаю, что это тоже очень важно предпринимателю, начинающему понимать вообще, сколько он хочет зарабатывать. Вот у нас тоже, я вам хочу сказать, что это, ну... Есть предел, прям называют пределы, что ли? Нет, 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 я вам хочу сказать, что они не знают. То есть, им задаешь вопрос, вот, окей, там, ты хочешь открыть фирму, сколько она будет, ну, там, генерировать, там, тебе чистой прибыли, там, по истечению, там, может, ладно, скажем, не года, а пяти лет. Никто не отвечает на этот вопрос. А это, на самом деле, это уже, да, серьезный момент, то есть, вы, допустим, когда куда-то идете, вы же планируете, составляете план, ну, допустим, едете в Талдыкурган, вы составляете план, как вы поедете и так далее. А тут мы выходим и едем куда-то, просто едем. Ну, такого не должно быть, я считаю, что составляет... Повышаем грамотность предпринимателей. И мы в том числе, конечно, юристы и на бухгалтерский учет, мы всегда четко показываем, какой у него доход, соответственно, какие расходы будут, и в то же время, какой налоговый режим, допустим, ему выбрать. Потому что очень многие думают, вот я пришел, открыл ИП, сел на упрощенку, и все, и у меня все хорошо будет. На самом деле, не для всех упрощенка, допустим, это выгодно, потому что если ты производственник, то это совсем невыгодно для тебя. И мы это все разъясняем, каждый пункт, какой налог из чего составляет, почему он возникает. Очень многие боятся же, говорят, ой, налоги, и не хотят даже... Когда ты им все разъясняешь, в принципе, все понятно становится, они готовы уже работать и осознают реалии, какие, что его ждет впереди. Очень много к нам приходили даже такие предприниматели, которые открыли ИП 5 лет назад по молодости, когда был студентом и забыл. А теперь ему приходят штрафы. В конечном счете, получается, налоговые органы зверей нас обдирают, а на самом деле он сам открыл ИП и забыл. А вот в таких случаях вы помогаете закрывать ИП? Да, мы помогаем. Мы помогаем всю за 5 лет налоговую отчетность ему сдать и посчитать ему налоги, сколько у него это уже задолженность возникла. И помогаем его, как правильно его ликвидировать или закрыть, в принципе, если у него есть. Но не всегда хорошо ликвидация. Мы для того и созданы, чтобы помогать предпринимателям. Возможно, можно и приостановить, можно реорганизовать любое предприятие. Есть масса каких-то других. Мы им это предлагаем, потому что люди не знают. Думаю, ты либо открыл, если у тебя что-то не получилось в течение года, надо его закрыть. Нет ничего подобного. Можно приостановить деятельность, чтобы у тебя не возникло проблем. Или же реорганизовать, либо объединиться с другой компанией. Эти условия мы тоже им предлагаем. А если все-таки говорить о закрытии ТО, ИП, к примеру, насколько это трудоемкий процесс? Насколько долгий процесс? Вы знаете, в принципе, на сегодняшний день именно закрытие как ИП, так и ТО упростили. Упростили. Это достаточно, в принципе, предпринять несколько шагов. Это если это ИП, в принципе, подать налоговое заявление в орган комитета госдоходов, сдать ему, если у него есть кассовый аппарат, также ему сдать, сдать ликвидационный отчет, в чем мы тоже помогаем. И сдать ключи в течение 45 дней, если у него нет задолженности, то ему, в принципе, закрывают ИП. Если это для ТО, то, конечно, это учредительные документы. В первую очередь, это должно быть решение учредительское. На основании учредительского решения должен быть приказ. И также, просто единственное отличие, если ИП подает только в налоговый орган, юридическое лицо должно еще в юстицию подать налоговое заявление. И также, в принципе, тот же перечень, не такой уж и большой, там 5-6 заявлений, которые ему надо заполнить. Также наши юристы в этом помогают, как правильно это заполнить, как подать, и все это можно получить в центрах обслуживания предпринимать. Артак, вы не раз подчеркивали, что услуги, которые вы оказываете, вы оказываете их на бесплатной основе, да? Да, совершенно верно. Нет такого наблюдения, что бизнесмены немножко с каким-то опасением, да? Ну, что такое бесплатно? Бесплатным бывает у нас только сыр в мышлотке, насколько мы знаем, да? И не всегда с доверием относятся к каким-то бесплатным товарам, услугам, там, и так далее. Нет такого, не чувствуете со стороны предпринимателя? В принципе, какое-то опасение сначала возникает. Человек приходит и думает, если это бесплатно, может быть, это некачественно. Некачественно, да. Согласна, вот такое, но когда при общении с консультантом, эти, в принципе, все сомнения развиваются. На данный момент мы запрашиваем свидетельство о регистрации, удостоверении личности, чтобы понять, что он предприниматель, зарегистрированный в Алматы. И составляем с ним договор на безвозмездной основе. Он подписывает договор, подписывает акт оказанных услуг после того, как получил. И там четко, черно-по-белому пишем, что это безвозмездно оказанная услуга, что, в принципе, для него это приемлемо. И так как у него нет возможности получить в каких-то консалтинговых компаниях эти же услуги на платной основе, то это оказывается при Национальной палате предпринимателей абсолютно бесплатно. Ганю, у вас какие наблюдения касательно охотности, скажем так, ваших бизнесменов получать бесплатно, на бесплатной основе услуги? Я часто, тоже мне задают этот вопрос предприниматели, я всегда им объясняю, что на самом деле, хоть это для вас и бесплатно, но это не бесплатно для государства. То есть государство тратит огромные деньги, и это, если на то пошло, это наши деньги, это деньги налогоплательщиков, это все идет для того, чтобы создать такой пласт, платформу малого-среднего бизнеса. Это все делается ради этого, и, соответственно, я абсолютно против такого понятия, чтобы они думали, что это бесплатно. Это не бесплатно. Это все оплачивается нами, то есть населением. И, соответственно, что касается квалификации, бывает такой вопрос, там думают, вот раз бесплатно, соответственно, там непонятно кто, да. Я вам скажу, что в палате предпринимателей, ну, то есть очень серьезная и очень сильная система, да, жесткий отбор, и вы даже не представляете, да. Отбор сотрудников вы имеете. Отбор сотрудников, да, и консультанты, я могу сказать, что это на сегодняшний день одни из лучших в своей сфере, да. То есть если мы говорим о маркетологах, это лучшие по маркетингу, да. Если мы говорим о том, что же о томожне, да, то есть это реально лучшие консультанты. И я прям всем настоятельно советую, да, прийти, увидеть это, убедиться, и вы все слова свои, да, заберете обратно, что касается... Ну, в принципе, на сегодняшний день из всех шести, почти около шести тысяч предпринимателей, которые мы в этом году обслужили, нареканий и каких-то там... Всем не угодишь, конечно, кому-то понравилась такая идея, как говорит, вот гони, да, переубедили его, и это ему не понравилось, либо ему налоги посчитали больше, чем он планировал. Только вот, если только не в этом случае, а так, в принципе, все остаются довольны и очень рады, и, в принципе, даже не верят, что это... Неужели государство о нас заботится? Говорим, конечно, заботится. Государство о вас заботится, поэтому эта программа придумана, дорожная карта бизнеса, да, и для малой и средней бизнеса в поддержку вот такая вот сервисная услуга бесплатная абсолютно. И очень многие довольны, я думаю, что даже 99% это точно довольных предпринимателей, которые приходят заново, и я думаю, что в будущий год их тоже будет достаточная количество. Не меньше. Не меньше, по крайней мере. Вы просто задумаетесь, каких-то, ну, там, на самом деле, 10 лет назад, была ли такая возможность начинающего предпринимателя получить столько услуг и, получается, грамотных, да, соответственно, услуг. Очень много же у нас людей с предпринимательской инициативы, которые, ну, просто из-за того, что, ну, из-за неграмотности, да, там, из-за боязни, что, ну, там, там у них совершат ошибку по налогам и так далее, они, ну, лишают себя, скажем, такой возможности заняться собственным делом. И на сегодняшний день есть такая возможность, и почему бы ею не воспользоваться, да, и, ну, то есть, единственное, то, что, вот, я говорю, очень мало людей знают об этом, очень мало людей знают об этом, и, конечно, я когда, там, друзьям рассказываю, да, вот, мы сами, наверное, такие тоже, как менеджеры по продажам, да, то есть, мы рассказываем, показываем. Или пиар-менеджеры. Да, пиар-менеджеры, да, и там в соцсетях мы везде рассказываем, что вот, приходите. Придите, получите бесплатно. Они говорят, да нет, не может быть. Нет, но потом приходят и, ну, сами получают от этого удовольствия. Здесь еще интересно ваше мнение, как людей максимально близких, да, скажем так, к бизнесу. Что такое бизнес, вот, в моем понимании, какие у меня всплывают какие-то, может быть, такие синонимы, ассоциации, да. Бизнес – это, в первую очередь, налоги, да. Очень много в последнее время вокруг этого… Бизнес, в первую очередь, прибыль. Да, да, да. По-разному это воспринимают. Да, что-то у вас. Нет, в первую очередь, прибыль. Вы, скоро, как налоговик. Да, да, да. Нет, ну, я просто к чему веду, я просто хочу с вами сейчас поговорить о налогах, скажем так, да. Вот ваше мнение интересно, насколько та налоговая система действующая, насколько она дает возможность развиваться бизнесу? Вы знаете, в принципе, налоговая система у нас довольно, я хотела сказать, даже хорошая. У нас налоговое законодательство, есть просто люди, на самом деле, к налогам относятся немножко как к террору какому-то. Да, да. Это ошибочное, скорее всего, это даже психологическое какое-то, немножко барьер какой-то себе люди устанавливают. На самом деле, если человек чуть грамотен и придет, получит услугу, также у нас, допустим, да, мы по каждому пункту разъясняем. Для этого сидят консультанты, которые по налогообложению, я, допустим, вот бухгалтер, и по налогообложению как раз и консультирую. По всем пунктам, когда ему разъясняешь, откуда и что происходит, в принципе, какой-то барьер мы, получается, снимаем. Что этого не стоит бояться, потому что, конечно, наше государство существует, правильно, мы платим за учебу, те же дети, все это из того же бюджета, который составляет именно налоговая система. Бояться инспекторов налоговых не надо, мы их прямо убеждаем в этом, потому что, придя к инспектору, к налоговому, мы, кстати, вот совместные очень много проектов с Палатой предпринимателей, с Комитетом госдоходов, обучаем их, как правильно себя вести, как знать это налоговое законодательство. Если человек грамотен, и, в принципе, ему нечего скрывать, то и бояться нечего. Просто люди сами себе барьеры ставят. Ой, какие налоги бешеные, на самом деле у нас очень лояльная система, и очень небольшие налоги по сравнению с другими, даже по сравнению с теми же, вот с Россией, там НДС 18%, у нас 12%, поэтому и у нас нет такого, там, вот ты открыл, и ты должен встать на НДС, и все, платить бешеные налоги. Нет, пожалуйста, есть и упрощенная система, есть вообще по патенту, 2% можешь от дохода платить. Просто из-за того, что люди мало знают, и вот привыкли, что налоговое это какой-то террор, какой-то, это психологическое, да, это чисто психологическое. Поэтому, когда мы им разъясняем все это, то, в принципе, вот какой-то барьер, я думаю, мы снимаем у людей больше, когда появляется возможность такая, и получают они у специалиста именно вот по всем налогам, скажем, консультацию, у него этот барьер этот спадает. У нас был большой наплыв в этом году по налоговым регистрам тем же, что всем уведомление пришло, так мы, что все, теперь их будут штрафовать, у них же сразу понятие штрафовать будут теперь. Нет, никто никого не будет штрафовать. Эти же налоговые регистры, просто их надо было, да, заполнять, мы им показываем, мы им выдаем даже, как правильно их заполнить, и, в принципе, тут нет ничего там, есть доходы твои, вот есть расходы, заполняй, показывай, если тебе нечего скрывать, то и тебе спокойно спать. А если говорить о развитии бизнеса в масштабах страны, понятно, что Алматы и Астана – это вот два города, где нет особых таких каких-то серьезных вопросов к развитию бизнеса. А в каких еще регионах у нас сегодня такими семимильными шагами развивается предпринимательство? Ну, у нас, если вообще взять всю страну в целом, то я хочу сказать, что динамика очень хорошая. У нас в каждом регионе сейчас наблюдаются новые стартапы, новые проекты, в некоторых регионах, ну, то есть, там, производство запускается. У нас, ну, то есть, когда смотришь даже вот эту, ну, у нас вот статистику, там, от страусиной фермы, там, да, там, лакокрасочного завода, ну, то есть, это очень, прям, я считаю, что замечательно, и даже, наверное, думаешь, откуда люди вообще придумывают такие классные идеи. И, ну, если вот прям возьмем, я считаю, что, ну, здесь, конечно, играет роль то, что регион сам по себе, ну, я про южноказахстанский регион, у нас сам по себе, там, он большой, соответственно, там очень большой рост. Вот у нас, у нас на Западе, то есть, Магисталовская область хорошие показатели, в Аттюбинске. Я говорю, даже вот каждый регион заслуживает отдельного, скажем так, внимания. А вот касательно разновидностей, ну, скажем так, бизнеса, да, вы уже сказали, что есть какие-то такие, ну, ни в чем себя не ограничивают в своих же фантазиях, да, и все-таки мы можем проследить, вот какой-то некий мониторинг провести и узнать, в каких областях, в каких сферах чаще всего казахстанцы открывают бизнес? Конечно, конечно, можем. Ну, это, опять же-таки, это вот в статус управления можно, конечно, обратиться, но у нас Алма-Ата, это, конечно же, торговля. Торговля и услуги. Торговля и услуги здесь очень хорошо развиваются. А в регионах, где есть, ну, допустим, крупные, ну, то есть, допустим, возьмем там Магисталовский регион, где нефтеперерабатывающие, ну, то есть, не перерабатывающие, где добывается нефть, соответственно, рядом с этими предприятиями крупными, да, появляются маленькие компании, да, маленький бизнес, который обслуживает их, да, это вот, ну, там влечет, скажем так, ну, именно сам рынок подсказывает. В Астане я бы сказал, что очень хорошо развиваются интернет-магазины, потому что, ну, я сам был, часто и жил в Астане, холодно, то есть, и, допустим, лишний раз не хочется выходить, куда-то там ходить, ездить, там, выбирать. И сейчас в Астане я даже замечаю, люди, вот, ну, то есть, недавно у нас даже была встреча одна, вот, люди стали билеты на, там, футбол, на хоккей покупать через интернет. Совсем обленились. Нет, это не обленились, я понимаю. Нет, просто от региона зависит же, конечно, допустим, Алматинская область, очень крестьянское хозяйство, очень хорошо развитое, и, в принципе, как раз со стороны налоговой очень выгодные условия, единый земельный налог оплачивает, и раз в год отчитывается, оплачивает единый земельный налог и работает, в принципе, я думаю, что как Южный регион, так и Алматинская область, вся вот, очень много крестьянских хозяйств. Это тоже люди не обленившиеся, как раз, наоборот, вышли на поле, сажают и хотят получать прибыль. И эти всякие вот, даже вот близлежащие Алматы, это теплицы, сейчас очень, в принципе, зачем везти с Китая, когда можно это вот выйти, буквально проехать за Алтанардой и свежие овощи купить. Почему бы и нет, и овощехранилище очень хорошо сейчас тоже, вот, многие люди с такой инициативой, что эти же овощи, которые где-то надо хранить, поэтому, в принципе, нет. Я думаю, что люди все равно задумываются о своем будущем, о будущем своих детей, и поэтому строят бизнес именно и в сельском хозяйстве, потому что очень много субсидий для, как для производственников, так и вот для сельского хозяйства. А бывает такое, что люди к вам приходят вообще без идей? То есть у них есть желание заниматься бизнесом, но в какой сфере они не знают, и они просят вашего совета в этом плане? Да. Особенно сейчас, вот мне, например, интересно, в условиях кризиса, что вы можете посоветовать, какой бизнес лучше открывать, максимально малозатратный. Малозатратный. Ну, это вот такой прям распространенный вопрос. Конечно же, есть люди, которые приходят в ЦОП, в МПП без идей. Ну, это тоже классно, да, то есть я считаю, что люди в любом случае хотят заниматься бизнесом и приходят. Что мы им рекомендуем? Конечно же, надо смотреть на свои возможности, да, то есть есть люди, у которых есть стартовый капитал, есть люди, у которых нет стартового капитала. Но без стартового капитала, да, я могу вам перечислить, какие виды бизнеса. Это, конечно же, посредничество, да, то есть там того человека, с этим человеком свести. И почему бы и нет, да, то есть это можно спокойно оформить как договор консалтинга и предоставлять такие услуги. Интеллектуальная идея, может, у него какая-то есть, а у другого есть деньги. Да, интеллектуальная идея, услуги, то есть услуги, это вообще развито. Есть личные услуги, есть профессиональные услуги. Ну, к личным услугам мы что можем сказать? Это вот уход за ребенком, ну, няня, да, то есть или там уход за больным. Это тоже очень хороший распространенный вид услуги, который можно уже сейчас предоставлять. Я вам скажу, что очень много сейчас молодых девушек, которые там продают там одежду, что-то там через Инстаграм, да, ну, тоже отлично, да, то есть без вообще, без капитала, да, то есть открыть Инстаграм сейчас бесплатно и, ну, скажем так, привлекают клиентов. Да, только надо зарегистрироваться хотя бы как РП, потому что если твой доход превышает 12 МРП, то к тебе могут постучать как раз на локовый инспектор. Конечно, и я считаю, что, ну, вот, есть тоже такой отличный вариант, это когда вы берете товар под консигнацию, ну, любого вид товара вы берете под консигнацию, то есть под реализацию, и, соответственно, его реализуете клиенту. И это отлично. Можно найти, ну, то есть, опять же, такие вот в дистрибуцию, быть менеджером по продажам, да, грубо говоря. Это представляет какую-то крупную организацию, любую структуру, там, сеть, и вы продаете их товар и, соответственно, ловите свою комиссию. И это также оформляется, вы оформляете ИП, заключаете агентский договор с этой организацией. Это, я считаю, что это бизнес, да? Да, конечно, это бизнес. Если человек не ленится, в принципе, то я думаю, что, если у него даже нет идей, то вот, допустим, Гони или же другие у нас менеджеры-консультанты ему подскажут, чем ему заняться. Отлично. Уважаемые гости, я хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе. К сожалению, время эфира у нас ограничено, тема очень интересная. Я надеюсь, у нас еще будет возможность продолжить эту тему. Я хочу пожелать успехов вам, вашей работе, успехов вашим потенциальным клиентам. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.